Финансовые пирамиды. Если вбить это слово в любой из поисковиков, то выйдет множество результатов. И, как правило, это всегда печальные истории вкладчиков, которые потеряли свои деньги. Вот одна из таких историй. Так что же движет людьми? Возможность заработать легкие деньги или недоверие к системе и законным способом заработать? Мы встретились с человеком, который был осужден за создание финансовой пирамиды. И потом оправдан через какое-то время за отсутствие состава преступления. В 2015 году Явер Мамедов создал потребительский кооператив «Общий дом». Вкладчикам кооператива обещали квартиры в рассрочку с первоначальным взносом 30%, 7 из которых шли на развитие организации. Участники могли получить заветный угол при условии, если кооператив будет расти и пополняться вновь и вновь новыми вкладчиками. Явера Мамедова задержали. Против него возбудили уголовное дело. Вот некоторые отрывки. 27 июня 2018 года районным судом номер 2 Алматинского района Мамедов Явер был осужден за создание и руководство финансовой пирамиды. 14 мая 2019 года Кассация отменила обвинительный приговор первой инстанции и апелляции в отношении Мамедова. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе. Исследовав материалы дела, коллегия пришла к выводу об отсутствии в действиях Мамедова объективный и субъективный сторон уголовного правонарушения. И, наконец, 23 декабря 2019 года судебная коллегия по уголовным делам суда города Нурсултан оправдала Мамедова Явера за отсутствием состава правонарушения по статье 217 части 1 Уголовного кодекса. Что движело Явера Мамедовым? Как он пришел на рынок недвижимости Казахстана? И что будет делать сейчас? Мы узнали из первых уст. Множество людей, которые создавали финансовую пирамиду, они не планировали обманывать людей. Просто потом что-то не сошлось. Я в сетевом маркетинге давно работаю. Я знаю, что проблема людей в том, что они не умеют приглашать других людей. И людям, оказывается, на самом деле очень сильно нужно жилье и возможностей приобрести его очень мало. Арестовали счета, арестовали квартиры, арестовали все имущество. И все, и это на всю жизнь. Был ли страх, что действительно вас лишат свободы? Ты понимаешь, что люди в этом кабинете обладают определенной властью для того, чтобы тебе любую статью вменить? Здравствуйте. Здравствуйте, Явер. Присаживайтесь. Благодарю. Спасибо за уделенное нам время. Я перейду к своему первому вопросу. В 2018 году вы были осуждены за создание и руководство финансовой пирамидой. Расскажите о том периоде жизни и о том, что предшествовало этому. И как вы все это переживали? Такая тяжелая история, конечно. В 2015 году, 3 сентября, мы создали кооператив «Общий дом». И там по программе кооператива было предусмотрено получение жилья, недвижимости в рассрочку без процентов. Единственное, что переплачивал пайщик, это 7% вступительного возноса, который уходил на развитие кооператива. Вот. Все шло хорошо. Значит, в феврале, в марте мы уже были узнаваемым брендом. У нас были филиалы почти во всех городах Казахстана. Вот. И люди приходили практически каждый день. Каждый день заключались паевые договора. И в марте, апреле, мае мы покупали где-то одну квартиру каждые два дня. То есть 15-20 квартир мы покупали в месяц. Затем в конце апреля АТФ-банк, в котором мы тогда обслуживались, они заблокировали наши счета. Я собрал все документы, все договора купли-продажи. Вот. Мы тогда покупали квартиры за наличные, потому что многие люди, пайщики у нас находили сами квартиры. И многие люди, продавцы, они боялись продавать за перечисления. То есть у кого счета нет, кто не хочет комиссию платить банку, кто там боится, что мы не перечислим, потому что это же договор надо сейчас заключить. А перечисление денег там в течение 10 дней будет только. Вот. И поэтому приходилось деньги снимать наличными и покупать квартиры, соответственно. Все подтверждения документов, все было, мы в банк предоставили. Спокойно ждали ответ. 18 мая мне позвонили с банка, сказали, что 20 миллионов они готовы выдать на следующий день. Вот. Значит, 19 мая я спокойно иду в банк. При этом я был с двумя своими дочерьми, потому что жена уехала, не знаю, куда-то по своим делам. Вот. Мы подошли, зашли в банк спокойно, девчонки веселые, они всегда любили, ну, любят со мной. Сейчас повзросли, стали уже так сами по себе, а тогда они любили все время со мной двигаться куда-нибудь, вот по каким-нибудь делам, им все время это было интересно. Вот. То есть все с таким хорошим настроением. У меня тоже хорошее настроение, мы целый месяц не могли снять деньги, тут деньги разблокировали. В тот день у нас как раз две сделки после обеда должны были по квартирам быть в городе Балхаш. И, значит, я получаю деньги, выхожу из банка, и тут ко мне подходят три человека в штатской, в штатской одежде, предъявляют удостоверение, которое я первый раз в жизни вижу. И один из них еще меня на камеру снимает, и они говорят о том, что сейчас здесь произошло какое-то происшествие, и я как свидетель, они меня должны там осмотреть, обыскать, допросить. То есть вообще непонятная такая формулировка, что значит происшествие, да, и какое происшествие, что произошло. То есть если это происшествие, что-то должно произойти, и вы мне объясните, в чем, что, ну в чем свидетелем, какого происшествия должно быть. Вот. Они затребовали у меня удостоверение, начали требовать, чтобы я выложил все из карманов, телефон сдал, там, деньги положил на капот. Ну, естественно, я начал кричать, вот, потому что думал, что меня грабят. После этого они начали у меня вырывать пакет с деньгами, вот, я начал сопротивляться, и тут мои дочки заплакали. Вот. Я вот сразу успокоился, потому что, ну, как бы их психика важнее, да, это завтра неизвестно, как отложится. Все, отдал пакет, девочек уложил, усадил в машину, успокоил их. Так, потом мы сели тоже в машину, они начали обыск машины, бардачок, переписали все, что у меня в кошельке, все кредитные карты, деньги, обыск багажника провели. То есть полный, это был не осмотр места происшествия, а это было полное задержание с обыском. Меня повезли в КГД, в комитет госдоходов, на моей собственной машине, я был за рулем. Вот, заехали с черного хода во двор, потом, значит, мы прошли в кабинет, ну, и, соответственно, там меня начали пугать. Ты понимаешь, что люди вот в этом кабинете обладают определенной властью для того, чтобы тебе любую статью вменить. Они переключились на то, что я создал пирамиду, мы с ними начали спорить, я им начал доказывать, что на самом деле пирамида – это когда люди вкладывают деньги, и их деньги уходят на выплаты другим людям. Финансовая пирамида – система, в которой доход членам структуры поступает за счет постоянного привлечения средств новых участников. При этом верхушка пирамиды действительно может заработать, а низы ничего не получают. Они наивно пожертвовали свои деньги тем, кто стоит на ступеньку выше. Пирамиды могут маскироваться под другие формы организаций – управляющие компании, потребительские кооперативы, букмекерские конторы. Не всегда вам могут обещать именно денежные выплаты. Предложения могут быть разными. Круиз за полцены, квартира в рассрочку, кэшбэк за покупку золотых украшений и многое другое. Все это чревато тем, что когда закончится поток клиентов, такая организация лопнет, и участники, вступившие в пирамиду, последними останутся ни с чем. Мы ждали, что все закончится, мы будем продолжать работать. Два месяца ничего не происходило. Потом назначили аудит финансовый. И когда аудит финансовый в сентябре вышел отчет, мы его почитали. В отчете по цифрам все было ровно. То есть прямые доказательства того, что кооператив не является финансовой пирамидой. Потому что привлечено было 809 миллионов от пайщиков, а имущество создано на 950 миллионов. То есть 144 миллиона у нас превышало имущество, стоимость паевых взносов пайщиков. Судья все равно принял решение о том, что я создал финансовую пирамиду. При этом рассматривалось три организации. У нас в составе был общий дом кооператив, потом у меня было ТО Dream Life и у моей жены ТО Мечта жизни. Они рассматривались в составе, и не было названо, какая из этих компаний является пирамидой. То есть две компании ТОшки консалтинговые, а общий дом потребительский кооператив. Мне дали три года условно, и сразу же амнистировали в зале суда в честь 25-летия независимости Казахстана. То есть такое как бы договорное, да, то есть все, мы тебя не трогаем, ты больше никуда не обращаешься. Я в феврале 2019 года обратился в суд с тем, чтобы сняли аресты со всех моих счетов и со всех счетов кооператива и ТОшек. Потому что решение суда исполнено, с потерпевшими мы рассчитались, все, мы никому ничего не должны, и судья нам отказывает. То есть арестовали счета, арестовали квартиры, арестовали все имущество, и все, и это на всю жизнь. Заново назначена была экспертиза. Эксперт три месяца не хотел убраться за мое дело, они постоянно продлевали, продлевали. В итоге суд сказал, ну, короче, вот до такого числа, и все, либо будем ставить вопрос там. Не знаю, как они там поставили, в общем, вопрос. Но факт в том, что такого числа экспертиза была готова, и там буквально потом две недели все рассмотрели, и уже меня оправдали. Был ли страх, что действительно вас лишат свободы, что вас посадят, что это будет реальный срок? Нет, на тот момент я, наверное, был наивным мальчиком еще. Я верил в наше законодательство, я верил в то, что даже если следователи передадут в суд, то суд меня все равно оправдает. Потому что все доказательства были на нашей стороне. Знаете, вот вы когда спросили о том периоде, что я чувствовал, то есть это были постоянные взлеты и падения эмоций. То есть когда вышел аудит, и мы такие, о, нифига, все классно, все на нашей стороне, мы такие, уф, победа, мы победили. Потом следователь говорит, да нифига, ты там 809 миллионов присвоил, как присвоил? И они в свою сторону гнут, ты такой, ну, не понимаешь логику вещей вообще, и ты такой вниз. А потом она означает экспертизу, экспертиза опять на нашей стороне, мы опять вверх радуемся, победу празднуем. Потом все это вниз, потом дело передают в суд, ты вообще непонят как. И вот постоянно на разрыве эмоций, то все прекрасно кажется, то наоборот все очень плохо. И вот это вот такое разрушительное действие, стрессовый организм, да, я тогда очень сильно посидел. Сейчас, кстати, не знаю почему, волосы восстановили свой цвет, но тогда я вообще почти седой был. Как вот вы пришли именно к этому решению, именно работать на рынке недвижимости? Я не знаю, как-то это все случайно сложилось, так, то есть в декабре 2013 года меня познакомили с брокером этой компании FortiLife. Вот, я тогда сам планировал себе покупать жилье, я сам первым клиентом встал, 15 тысяч долларов внес. Вот, там по условиям нужно было путем сетевого маркетинга привлекать других людей и набрать сумму необходимую для покупки недвижимости в компанию привлечь. Вот, я знаю, что я в сетевом маркетинге давно работаю, я знаю, что проблема людей в том, что они не умеют приглашать других людей. Вы помните первого клиента, который обратился к вам, кто это был? Честно сказать, нет, не помню. Потому что мы начинали же с другой программы, первым клиентом был я сам, а потом, когда мы дали объявление, я просто сидел и консультировал людей с 9 утра до 11 вечера, не вставая. И я тогда уже был поражен, насколько востребована эта ниша. То есть, людям оказывается, на самом деле, очень сильно нужно жилье и возможностей приобрести его очень мало. Вот вы консультировали самостоятельно, лично, да, приходили люди, вот, вы сами говорите. Вы можете составить такой портрет, да, этого человека, кто приходил, кто обращался? В основном обращались люди. Какой у них был уровень дохода, на какую квартиру они? Среднего уровня дохода с испорченной кредитной историей. То есть, люди, которые не могли взять ипотеку. Вот, потому что, допустим, если человек попал в какую-то беду, там, ну, что-то случилось на финансовом плане, да, там, работу потерял, либо еще что-то там, и кредит у него, он не мог оплачивать какое-то время. То он попадает в черный список, и потом долгое время, там, тогда еще, там, 3 или 5 лет человек находился, получается, в черном списке. Несмотря на то, что работу восстановил, кредит выплатил, и он платежеспособен на сегодняшний день, то есть, да, и эти люди снимают квартиру сейчас себе, там, за 100 тысяч, к примеру. А по нашей программе они могли платить не 100 тысяч, а, к примеру, 60 тысяч, и еще экономить, соответственно. И если человек 100 тысяч может платить сейчас, то, соответственно, мы исходили из того, что он сможет и 60 у нас платить. То есть, вы просчитывали риски, да, что если человек не сможет платить, не сможет выплатить в какой-то момент? У нас в договоре было это предусмотрено, то есть, если человек 2 месяца не оплачивает, то мы в одностороннем порядке расторгаем договор, возвращаем ему паевые взносы и выселяем из квартиры. А вообще, на ваш взгляд, почему люди стали вот приходить так массово, да, то есть, с вложениями, со своими деньгами, со своими кровными, да, когда есть, в принципе, другие какие-то там государственные программы по приобретению жилья, есть какие-то коммерческие ипотеки, то есть, недоверие вообще, в принципе, к этой системе? Нет, это эффект Казахстана. Вот мы когда работали с Украиной, и там, я как-то у них заявил, что у нас на свадьбе 500 человек собирается, у них просто вот такие вот глаза были, да, вот, то есть, у них там 10-20 человек максимум. И у нас, если один куда-то пошел, то вся его родня вскоре окажется там. Вот, поэтому, если человек получал квартиру, то там завтра уже там 5-10-15 его родственников уже приходили, и они уже так сильно не консультировались. Вот, когда потом пошло следствие, да, пошли разбирательства, счета заморозились, ну, понятно, да, сколько было негатива, в том плане, что это же, это чьи-то деньги, чьи-то надежды, да, на получение там заветных, заветных квадратов, да, своих, своего жилья, своего угла, вы чувствовали какую-то, ну, вот, моральную ответственность за это? Я до сих пор ее чувствую, то есть, это люди, которые мне доверились, соответственно, я обязан вернуть им деньги, поэтому я сейчас в судах иду до конца, чтобы выселить тех людей, которые не дают завершить решение общего собрания, вот, для этого мы, я сейчас делаю все. То есть, эта история еще не окончена? Нет, еще хорошо, если она до Нового года закончится. А как поменялась лично ваша жизнь после всей этой истории? Знаете, есть такая пословица, что нас не убивает, делает нас сильнее, вот, я считаю, что в жизни ничего плохого никогда не происходит, и мы всегда покупаем какой-то опыт, и самое лучшее, когда мы его покупаем за деньги, не за здоровье родственников, не за свое здоровье, не за смерть близких, а за деньги. Деньги это самое простое, что в жизни есть. Говоря о сегодняшнем моменте, о сегодняшнем дне, чем вы собираетесь заняться сейчас, чему хотите посвятить себя сегодня? Обучение финансовой грамотности, исходя из того, что произошло с кооперативом за вот это время, ни один из пайщиков не прочитал закон о потребительском кооперативе, хотя я всех это просил. Никто не может посчитать свою долю в кооперативе, никто не может посчитать налог, сколько он должен заплатить за квартиру, в которой он проживает. Люди не умеют просчитать кредит, не умеют просчитать депозит, не умеют даже считать проценты. Это очень важный вопрос, обучать людей именно финансовой грамотности, для того, чтобы люди понимали, сколько можно отложить, куда можно вложить деньги и прочее. Из вашего личного богатого опыта, можно сказать, как не попасть в финансовую пирамиду? Чтобы не попасть в финансовые пирамиды, нужно много инвестировать, для того, чтобы потом разбираться. Вот сейчас, допустим, когда проект какой-то предлагает, достаточно посмотреть маркетинг-план, достаточно посмотреть, из чего компания платит процент, и сразу видно, это финансовая пирамида или нет. Множество людей, которые создавали финансовую пирамиду, они не планировали обманывать людей. Просто потом что-то не сошлось. Финансовая пирамида — это публичная статья, и для того, чтобы открыть следствие против тебя, не нужно никаких потерпевших. Просто следователь открывает статью, ну, открывает против тебя дело, начинает по финансовой пирамиде. И так можно хоть кого угодно обвинить, по сути. Как вы сейчас этот опыт оцениваете? Положительно? Он вам что-то дал? Какой-то урок какой-то вынесли для себя? Конечно, положительно. В жизни только все уроки положительные, не бывает негативных уроков. Потому что, как я уже говорил, мы всегда получаем в жизни только опыт. Любой урок, любой человек — это твой учитель в твоей жизни. И если ты не возьмешь этот урок, значит, тебя жизнь опять вернет к этому же самому месту. Спасибо большое, Явер, за ваши ответы, за ваше время. Не за что. У каждого человека своя история, своя картина мира. И, как нам сказал Явер Мамедов, многие из тех, кто создал финансовые пирамиды, не имели умысла обмануть людей. Просто это такая бизнес-модель. Но мы хотим сказать еще раз. К вопросам инвестиций, любых, нужно подходить осторожно. Ведь только мы сами несем ответственность за собственные деньги. Продолжение следует...